Верховный Совет СССР Заместитель министра обороны, главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения маршал Неделин Митрофан Иванович 24 октября 1960 года в степях Казахстана на космодроме Байконур во время подготовки к первому пуску взорвалась новейшая межконтинентальная баллистическая ракета Р-16 В результате случившегося погибли по меньшей мере 74 человека С вами в Техно-2 и сегодня мы вновь попытаемся реконструировать события тех лет и ответим на главный вопрос о том, как это было на самом деле В сентябре 1960 года железнодорожный состав с новейшей двухступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой выехал из Днепропетровска на испытательный полигон номер 5 В районе казахстанской железнодорожной станции Тюратам, сейчас известной как Байконур 26 сентября он прибыл на место, где изделие около месяца должно было проходить испытания, а потом отправиться в первый полет К этому моменту на полигоне для Р-16 блистахановскими темпами оборудованы три площадки Номер 41 с собственно пусковыми установками и подземным командным пунктом Номер 42 с монтажно-испытательным корпусом И номер 43 с жилым городком для военных и ученых 23 октября ракета взлететь не смогла За час до планируемого времени запуска возникли технические проблемы Самопроизвольно подорвались пир мембраны магистралей горючего и пиропатроны отсечных клапанов газогенератора первой ступени Обеспечивавшие герметичность топливной системы двигателя Ведоватым признали программный токораспределитель А-120 Основной компонент той самой автономной системы управления Дававшей команды на последовательный запуск системы ракеты На самом деле причина, по мнению Бориса Чертока, из конкурирующего ОКБ Королева, была куда системнее Правильным выходом из аварийной ситуации 23 октября был бы слив токсичного топлива и возвращение ракеты на завод Для тщательного изучения возникших неполадок Вместо этого под бдительным оком маршала недели на первую, полностью заправленную Р-16 Прямо на пусковой установке облепили десятки инженеров-испытателей Еще более многочисленные консультанты, советчики, ученые и военные находились на земле в непосредственной близости от изделия Как вспоминали очевидцы, лично Неделин заявил «Что я буду говорить Никите?» «Ракету доработать на старте, страна ждет нас» Неисправный токораспределитель А-120 заменили При этом в поисках неполадок испытатели отключили все блокировки, которые должны были предотвратить преждевременное срабатывание той или иной системы ракеты Финальным аккордом стало преждевременное подключение бортовой ампульной батареи Согласно инструкции, ее должны были установить непосредственно в процессе пуска, а не за час до него В итоге на заправленной ракете вокруг, и на которой копошлись две с половиной сотни людей, барахлившие электрические схемы оказались под напряжением В нарушении всех инструкций по технике безопасности, возможно подавая испытателям пример бесстрашия, маршал Неделин сидел на стуле в двух десятках метров от ракеты Около председателя госкомиссии, разумеется, находились и остальные ответственные лица, включая главного конструктора, его заместителей и начальника полигона Все они в это время должны были находиться в подземном наблюдательном пункте 24 октября до 1960 года, в 18 часов и 45 минут, примерно за полчаса до расчетного времени старта При выставлении тока распределителя А-120 в нулевое положение, он подал команду на запуск двигателей второй ступени Все блокировки на случай подобных нештатных ситуаций были отключены, питание имелось, двигатели команду выполнили Компоненты топлива воспламенились, и ревущая струя огня немедленно прожгла топливные баки, расположенные ниже первой ступени Через секунды взорвались и они Испытатели, находившиеся на мачтах пусковой установки, погибли практически мгновенно Им, как не страшно это прозвучит, еще повезло Участь тех, кто находился внизу, оказалась ужаснее Цунами из огня, перемешанного с азотной кислотой и диметилгидрозином, лавиной накрыла площадку 41 Когда раскаленная струя вырвалась из ракеты, Митрофана Ивановича прижало к бетону и сожгло при температуре порядка 3000 градусов Всех, кто находился на переходнике ракеты, сбросило на бетон с высотой 15 метров и превратило в пепел Люди, пытаясь убежать от этого шквала, вспыхивали как факелы Продолжали бежать, натыкались на окружавший площадку забор из колючей проволоки и догорали уже на нем Кто-то задыхался от смертельных паров токсичного топлива Кого-то накрывала волна кислоты Инженер Вереченко, находившийся в подземном наблюдательном пункте, рассказывал Прильнув к перископу, я увидел ужасную картину Вверху, на площадке обслуживания, на уровне приборного отсека второй ступени ракеты Метались беззачитные, обреченные люди, а под ними море огня В панике они бросались вниз в бушующую стихию Взглянул вниз, а там та же картина Бегут обезумевшие люди с горящей на них одеждой Большинство ринулось в сторону ограждения из колючей проволоки вокруг старта Кое-кто добегает и пытается перелезть через ограждение Другие, объятые пламенем, беспомощно падают Только спустя два часа после случившегося, когда пожар немного утих Специальная техника смогла заняться его тушением Последствия были катастрофичны Всего погибло в той катастрофе 126 человек С учетом не выживших в госпитале и больницах Еще 50 человек получило тяжелые ожоги и увечья Начальник полигона полковник Константин Герчик с трудом выкарабкался Получив тяжелые отравления и ожоги, особенно кисти рук Останки Митрофана Неделина смогли опоздать лишь по звезде героя Советского Союза Лев Гришин, заместитель председателя Госкомитета по оборонной технике Самый высокопоставленный чиновник среди присутствовавших на испытаниях Получил сильнейшие ожоги, но прожил еще 11 дней У каждого из 250 человек, оказавшихся в тот час на 41-й площадке, была своя судьба Но даже с уцелевшими пережитое осталось навсегда Академик Михаил Янгель, собственноручно спасавший пострадавших Сам сообщил в Кремль о катастрофе Хрущев, узнав о ее масштабах, количестве и заслугах погибших, лишь спросил у главного, где находился в момент катастрофы он Впрочем, времена были уже достаточно травоядные И достаточно прозрачный намек, после которого еще 10 лет назад жертву мог ждать лагерь, остался без последствий Комиссия во главе с Бреждевым, прилетевшей из Москвы, рекомендовала ЦК и Полетбюро никого репрессиям не подвергать То же самое советовал Хрущеву и Сергей Королев Брежнев, по свидетельству очевидцев, по прилете прямо заявил «Никого наказывать не будем, вы сами себя наказали» Действительно, непосредственные виновники аварии, главный конструктор системы управления и военные, допустившие испытания неподготовленной ракеты, погибли в лавине огня Моральная ответственность за трагедию, безусловно, лежала и на Янгеле, и тот чувствовал ее до конца жизни Вскоре после возвращения с Байконура у выдающегося конструктора случился второй из пяти инфарктов Спустя 10 лет все-таки сведших академиков могилу в возрасте всего 59 лет По советской традиции о катастрофе гражданам СССР ничего не сообщили Большая часть погибших лежит в братской могиле на Байконуре Остальных увезли в Днепропетровск, Харьков, Москву, где их останки также похоронили в обстановке полной секретности Правительство было вынуждено официально объявить лишь о смерти маршала Неделина Но и она, по версии руководства Союза, произошла в результате авиационной катастрофы Только в 1989 году перестройка и гласность принесли признание этой трагедии 1960-й был годом неудач советской ракетной техники Целый год падали королевские Р-7 Боевые, лунные, марсианские и будущие Востоки В октябре все завершилось крупнейшей в истории СССР аварии Р-16 Однако ровно через три года после катастрофы Неделина случилась еще одна 23 октября 1963 года При подготовке к пуску учебной ракеты Р-9А по неосторожности во время заправки пролился керосин Загазонность с кислородом была превышена в полтора раза На следующий день расчет ракеты заметил, что при входе в телеметрическую комнату не горит одна из лампочек При замене перегоревшей лампочки от искры в электропатроне вспыхнули накопившиеся пары керосина И начался пожар, который привел к гибели восьми испытателей С тех пор, 24 октября, ракеты с Байконура не запускают В этот день вспоминают всех тех, кто погиб при попытке покорения космоса А с вами был Втехно-2, всего вам доброго Берегите себя, увидимся, как обычно, в следующем выпуске на канале Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok